МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Почему нет холодной воды в Тимиртау? Государственная программа ФИР завершает пятилетний марафон и начинает новый. В областном Акимате подвели итоги ЕНТ. Почему нет холодной воды? Этим вопросом все чаще задается большая часть Тимиртауцев. Но сложившаяся ситуация только цветочки, так как некоторым горожанам придется обходиться без холодной воды еще как минимум год. Подробнее в материале нашего корреспондента Жазиры Абдраимовой. Жители домов по улице Чернишевского 118 и по улице Мира 110 АБВ с нехваткой холодной воды в своих квартирах столкнулись еще в прошлом году. Но если тогда жители жаловались на плохой напор воды, то в этом году ситуация обострилась. Холодную воду стали отключать. Причем отключать и в дневное время суток, ночью с 12 до 3 часов. Люди должны успевать набрать воду. Сам директор акватритинга говорит, что ему лучше подавать воду на частный сектор, потому что частный сектор оплачивает. Это очень стоит как бы хорошо. А на жилые дома ему невыгодно качать за эти копейки воду. Вот он давление не дает. Давление 1,2 на 9 этаж. Жительница дома Ирина Лобода уже устала биться в закрытые двери и организации в поисках ответа на вопрос, когда закончится их мучение с холодной водой. Куда бы ни обращались уставшие жители, нигде внятного ответа и причин происходящего назвать не могут. Была насосная станция, на этой станции все снесли, построили личный гараж жителей дома 110Б. На каком основании? Никого не предупредили, в известность не поставили. Просто приехали, все снесли, все. Обвели трубы напрямую, насос куда-то увезли. Все. Качать нам ее даже нечем в воду. Тем временем жители 9 этажек запасаются холодной водой, наполняя ею все, что можно. Кто знает, когда вновь отключат воду, ополоснуться в такую жару хочется каждый час. Вот и приходится жить среди бутылей, кастрюль и ведер с водой, жертвуя при этом жилой площадью квартиры. Вот это мы берем ковшиком и ополаскиваем. Можно раковина какая грязная, потому что вот сейчас варила. Жители обращались в городской Акимат. По его решению, то Акватрейдинг должен был устранить проблему еще в апреле этого года. Но, увы, это осталось лишь на словах. А жители ежемесячно платят на каждого человека по 830 тенге. Не на словах, а на деле. Выходит только за три часа подачи холодной воды. В Акимат звонили, сколько писали письма, регистрили, что нет воды. Вот Ирина, вот мы с ней тоже сколько писали письма, жалобы тоже. Но нам приходил ответ, что в апреле месяце, в общем, все это устранят, будет вода. Но на сегодняшний день воды холодной нету. А сейчас идет опрессовка по окжет-песу, горячей воды тоже нет. Возмущенные жители в поиске ответа, когда наладится снабжение холодной водой, обратились непосредственно к поставщику ТОАкватрейдинг, сотрудники которого, в свою очередь, не стали опровергать факт перебоев в поставках холодной воды. Писались письма, сейчас как бы приобрелись материалы, мы ведем работы по замене вода в данных домах. Работы будут произведены в течение двух-трех дней. Население заранее предупредим, когда будем выполнять отключения, они запасутся водой, произведем перезапитку этих домов. Но данная проблема, она будет возникать регулярно, пока мы не добьемся, чтобы им восстановили насосы для повышения давления. Отсутствие холодной воды в квартирах многоэтажек связано с тем, что давление воды на порядок ниже. Люди потребляют большое количество холодной воды, это и сады, и нагрев воды, и контрастный душ. В связи с этим уменьшается давление подачи воды, отчего выше четвертых этажей периодически остаются без холодной воды. Однако мы не в силах на это повлиять, сказали представители ТОАкватрейдинг. Еще одна проблема, на весь двор была насосная станция, чтобы люди могли пользоваться водой. Однако данный участок сделали частной собственностью, а насос вовсе убрали. По словам представителей ЖКХ, на следующий год сделана проектно-сметная документация на установку насоса и будет производиться замена труб на многоэтажке. По насосной, я говорю, на следующий год сделана проектно-сметная документация, то есть замена полностью всех труб и увеличение давления сюда. Когда соответствующие органы аппарата предпримут хоть какие-то меры и подключат ли холодную воду, остается неизвестным. Жазираб Дреиму Вайденжакам, Бахтер Роспанов, Первый Карагандинский. Сегодня глава региона Нурмухамбет Абдебеков провел рабочую встречу с заместителем генерального директора Китайской энергетической корпорации Цинхуа господином Ланг Ингом. Напомним, в сентябре 2013 года в рамках визита председателя Китайской народной республики Син Циньпина в Казахстан был подписан ряд двухсторонних документов о сотрудничестве. Также в ходе рабочей встречи был подписан меморандум в сфере реализации проекта по комплексной переработке угля на разрезе Кузнецки Карагандинской области. На сегодняшней встрече обсуждались вопросы касательно реализации вышеназванного проекта. Главами двух государств заложена надежная основа для успеха данного проекта и наша сегодняшняя задача – это приложить все усилия, чтобы эти договоренности реализовались. Наша Карагандинская область располагает значительными запасами угля, других полезных ископаемых, имеет значительный потенциал в реализации проекта гормодобывающего комплекса и химической области. В ходе рабочей встречи обсуждался текущий статус проекта. Определен конкретный план совместной работы. Общая сумма инвестиций составляет 2 миллиарда долларов. Для строительства производственных мощностей по изготовлению жидкого топлива из углей мощностью 240 тысяч тонн в год. Объем переработки угля – 3,5 миллион тонн. Несмотря на плотный рабочий график, вы нашли время принять нас, представители корпорации Цинхуа. Это большая честь для нас. От имени президента корпорации Цинхуа выражаю вам благодарность. Аким Карагандинской области Нурмухаммед Абдибеков отметил, что Карагандинская область заинтересована в развитии углехимической промышленности с внедрением инноваций. Подчеркнул особенности взаимного сотрудничества между странами. Надеемся, что этот интересный проект действительно приживется к нашим условиям и будет реализован с помощью наших китайских патронов. Нашим гостям я желаю успешной работы здесь у нас в Караганде и в Казахстане в целом. Применяемая современная технология поможет производить из угля дополнительную продукцию, такую как газ, дизельное топливо, карбамид. В Казахстане в рамках государственной программы фортированного индустриально-инновационного развития на сегодня запущено 800 предприятий. Выделено 700 миллиардов тенге. Обеспечено работой 150 тысяч человек. С 2010 года в этой программе начал участвовать карагандинский завод «Евразенфудс». Сегодня его цеха ежедневно отправляют в торговые точки Казахстана и стран СНГ более четырех вагонов нижнейшей продукции. Сегодня ни одна хозяйка не обходится без продукции «Евразенфудс». Причем бренды «Золотой стандарт», «Золотые горы», «Три желания» стали не только казахстанскими, а мировыми. Наше предприятие является одним из лидеров масложировой промышленности среднеазиатского региона. Это значит, что в каждом городе, в каждом населенном пункте Казахстана можно встретить нашу продукцию. Филиалы открыты более чем в 20 городах Казахстана. Также продукция поставляется в Узбекистан, в Киргизию, в Таджикистан, в Россию. Карагандинский маргариновый завод вступил в строй в 1971 году, но лихие 90-е поставили его на грань краха. Помощь пришла со стороны инвесторов и государства. Модернизация производства позволила поднять уровень продукции до мировых стандартов и расширить ее ассортимент. Мы в программе начали участвовать еще в прошлой, так назовем это, пятилетке. Проект наш был реализован одним из первых. В конце 2010 года мы запустили в строй линию ассорбционной отбелки и дезодорации растительных масел. Сегодня в цехах Евразия Анфудс работает 600 человек. Коллектив подобрался уникальный. Наряду с молодыми работают и ветераны. Есть семейные династии. Производство не просто механизировано, а компьютизировано. Один оператор, например, отслеживает весь процесс рафинирования. В год выдается около 60 тысяч тонн продукции, а в цехах народу минимум. Зато существует исследовательский центр, с помощью которого можно смоделировать весь цикл производства новой продукции, не влияя на основное производство. Мастера-технологи постоянно проходят обучение в российском Кемерово. Современное оборудование позволяет применять все новые технологии в производстве спредов, маргаринов, масел для пекарен, кондитерских цехов, молочной промышленности и, конечно, для домашнего хозяйства. Что немаловажно, чистота в цехах поражает взгляд. Та степень очистки масел, которую мы сейчас применяем, она соответствует, как я сказал, самым высоким мировым стандартам. На рубеже пятилеток президент Казахстана обращает особое внимание на необходимость обеспечения дальнейшего развития промышленности, электроэнергетики, специальных экономических зон, а также привлечения зарубежных инвестиций. Но султан Назарбаев подчеркнул важность качественной разработки проекта второй пятилетки программы «ФИИР» с учетом инновационной составляющей. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Батья Роспанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал» – «Галвин Херкюль». Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия профиль «Галдек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это Ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль «Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. В технопарке «Сарарка» состоялся круглый стол на тему инвестиционные возможности Карагандинского региона, проблемы и пути решения. Инициатором круглого стола выступил региональный институт развития национальной компании «Социально-предпринимательская корпорация «Сарарка». Круглый стол» состоялся в рамках проводимой недели индустриализации в Карагандинской области. В работе круглого стола приняли участие председатель комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий, управляющий директор по региональному сотрудничеству АО «Казнекс Инвест», руководители госорганов, а также представители бизнеса. Большое внимание и глава государства, и правительство уделяет привлечению инвестиций. Сделали анализ, анализ это общий мировой, который показал, что около 70% иностранных инвестиций, приходящих в страну, это реинвестиции. Что это обозначает реинвестиции? То есть действующий уже инвестор, он уже знает правила игры, он уже очень хорошо знает примат здесь, он знает, как работать. И они открывают второй и третий завод. Есть такие яркие примеры, там «Хайбэкбэк», «Кнау» и еще большое количество таких крупных предприятий. В рамках круглого стола рассмотрены вопросы инвестиционных преференций для приоритетных проектов, гарантии стабильности законодательства, обеспечения гарантированного заказа со стороны государства, внедрение института инвестиционного омбудсмена в целях обеспечения защиты прав и интересов инвесторов законодательно. Круглый стол организован для решения проблемных вопросов в инвестиционной сфере, привлечения иностранных инвестиций и активизации деятельности действующих инвесторов. Лариса Хусыинова, Эдин Жакан, Бахтиар Успанов, Первый Карагодинский. 23 июня под председательством главы региона Нурмуханбета Абдебекова прошла 17-я сессия областной ассамблеи народа Казахстана. На сессию были приглашены руководители государственных органов, заместители акимов городов и районов. Закладом об основных направлениях деятельности областной ассамблеи народа Казахстана в свете задач, поставленных на 11-й сессии Ассамблеи народа Казахстана «Стратегия Казахстан-2050 – культура мира, духовности и согласия» выступила Жанар Бекбанова, заместитель Акима области, заместитель председателя областной ассамблеи народа Казахстана. Подводя итоги обсуждений, Нурмуханбет Абдебеков обозначил ряд задач, стоящих перед ассамблеей народа Казахстана Карагандинской области, в том числе по подготовке к празднованию 20-летия Ассамблеи народа Казахстана и 20-летия Конституции Республики Казахстан, 70-летия победы в Великой Отечественной войне по реализации мегапроекта «Оторожная карта мира» и «Согласие» проведению языковой политики. Немецкое качество известно во всем мире. Это надежность, это уверенность и безопасность. Но это и высокая цена. Окна Артек – идеальное сочетание максимального комфорта и бережливости. Безупречное немецкое качество по доступной цене. Окна Артек. Ваше спокойствие на долгие годы. Артек. Окна для жизни. В Акимате области были подведены итоги единого национального тестирования. В текущем году ЕНТ проходили 5059 выпускников и лишь 68,2% от их общего количества. В том числе из городских школ 3382, сельских 1677. В целом ЕНТ в Карагандинской области прошло на высоком уровне и получило положительную оценку Министерства образования и науки Республики Казахстан. Однако имел место факт удаления из аудитории двух выпускников школ города Караганды из-за нарушения правил сдачи ЕНТ. Средний балл по области составил 79,9%, что на уровне республиканского показателя и выше результаты 2013 года. В сельских районах средний балл 68,5%, в прошлом году был 66,2%. В городах 78,2%, в 2013 году 75,8%. По областным организациям 98,63 балла в 2013 году 89,9 балла. Отмечается положительная динамика изменения среднего балла за последние три года. 2012 год – 73,5 балла. 2013 год – 74,4 балла. 2014 год – 76,9 балла. Наивысший результат 123 балла получен выпускницами областной специализированной школы-интерната для одаренных детей Дарын и средней школы номер 4 города Жасказган. Количество выпускников, набравших более 100 баллов, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 7% и составило 11,5%. Количество выпускников, подтвердивших знак Алтын-Белги, увеличилось на 7%. Из 115 претендентов на аттестат с отличием подтвердили это звание 30 выпускников или 26%, что на 10,4% больше. В то же время анализ результатов ЕНТ этого года свидетельствует о необходимости решения ряда проблем, влияющих на качество образовательного процесса. Это устранение дефицита квалифицированных педагогических кадров в сельских и малокомплектных школах, системный подход к работе методических кабинетов, повышение уровня предметной компетентности педагогов, улучшение психологической подготовки выпускников к процедуре ЕНТ и ряд других вопросов. Карагандинская команда дельфийцев из 35 человек отправилась в Астану. На железнодорожном вокзале Караганды состоялись торжественные проводы делегаций Карагандинской области 9-х национальных дельфийских игр. Современные дельфийские игры – это соревнования в различных областях искусства. Они берут свое начало от пифийских игр в античной Греции. Игры проводятся как для молодежи, так и для взрослых. Все участники с нетерпением ждали этих соревнований весь год. Они подготовились на отлично и едут за победой. Желаем нашему молодежу, чтобы они оказали самый высший класс искусства. Желаем творчества и успехов, чтобы они вернулись в победу. Игры будут проходить с 26 по 30 июня 2014 года в Уральске. 35 участников будут представлять нашу область в 13 конкурсных номинациях. Молодежные дельфийские игры проводятся в целях выявления и поддержки одаренной молодежи. И как показывает практика, многие из участников продолжают профессиональное обучение в ведущих учебных заведениях Казахстана и всего мира. Подготовка у нас очень хорошая. Готовились долго. Надеемся на самый лучший результат. Руководство области много лет поддерживает эти соревнования, которые являются хорошим началом на пути к достижению творческих вершин. Участников провожали подборные аплодисменты, а они уезжали с прекрасным настроением и с боевым настроем. Лариса Хусейнова, Нурсултан Исаев, Искандер Кабабаев, Первый Карагандинский. В заключении небольшое объявление. 26 июня 2014 года в фойе Большого зала Акимата города Караганды состоится проведение дня открытых дверей по адресу Бульвар Мира 39. С 9 часов утра и до 12 часов можно будет получить консультацию по следующим вопросам. Социальное обеспечение, оказание коммунальных услуг, предоставление жилья, пассажирский транспорт, состояние автодорог, связь, КСК, регистрация объектов кондоминимума, благоустройство города, землепользование, правовые вопросы, недопущение роста цен на товары первой необходимости. Телефоны для справок 42 11 08 41 09 47. Это была последняя информация на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42 06 49. Всего доброго. Аман Сауболмстер. Субтитры создавал DimaTorzok